Сейчас начнет у нас Женя, следом Олеся. Жень, подключайся. Слышно? Слышно, да, меня? Ну, зовут меня Биржатова Евгения, менеджер 18%, что я себе могу сказать, работаю в больнице, старшей медсестрой, совмещаю, пришла в компанию в апреле 17-го года, ну и вот так потихонечку вышла на 18%. Не знаю, есть ли у нас тут марафона, девочки. Вроде как заходили, сейчас не видно. Звука нет. Остальные слышат меня? Сейчас немножко расскажу вам, какие преимущества есть у нас в компании. Первое, что у нас есть, вы когда приходите, вы получаете возможность получать продукцию с 20% скидкой. И ко всему, к этому вы можете пройти стартовую программу. Это не обязательно, но есть рекомендации, выгоды для вас. Компания наша, компания Reflame, находится в 62 странах, и в каждой стране своя валюта, поэтому оценивается вся продукция в баллах. Если вы видели каталог, ну, те, кто не видели, вот я одну страничку представила, да, каталога, стоит цена в рублях, вот 99 рублей, а внизу указаны баллы, 2 балла. То есть, каждый продукт рядышком с ценой стоит, стоят баллы. Для чего вам рассказывают? Так как у нас, вот про стартовую программу начну вам, с момента регистрации вы попадаете под стартовую программу. Если вы в течение 21 дня с момента регистрации сделаете заказ на 100 баллов, не за раз, а в течение 21 дня. Вы можете приобрести набор молоко и мед. Это крем для тела, гель для душа, крем для душа и мыло, молоко и мед, плюс к нему смягчающее средство для рук. Как можно сделать, пройти первый шаг? Так, к примеру, если вы пришли буквально вот сегодня или неделю назад, у вас есть 21 день. В этом каталоге вы можете сделать 50 баллов, так как каталог у нас заканчивается через неделю. То есть, вы можете 50 баллов сделать на этой неделе, которая сейчас идет. Через неделю начинается новый каталог и вы можете сделать 50 баллов еще в следующем каталоге. И получится у вас 100 баллов. И вот такой набор за 199 рублей вы можете приобрести. Цена в каталоге без скидки, да, и без нашей выгоды 1470 рублей. Поэтому вот такая выгодная цена за 199 рублей вы можете приобрести на борт. Второй шаг. Также нужно будет сделать 100 баллов, но уже за один каталог. То есть, если вы сделали по 50 баллов в каждом, да, вот можно, нет, со второго каталога, если вы зарегистрировались уже в этом каталоге, то вы должны... А, вот я вопрос немножко ваш не поняла. Можно только со второго каталога. Если у вас 21 не закончился день, то есть, когда у вас регистрация прошла, я не знаю, с кем я разговариваю, 288 написано, номер команды. Если регистрация, например, сегодня у вас, вы можете 14 января, вот считайте, 21 день. Если у вас захватывается на второй каталог, то можно 100 баллов взять во втором каталоге. Вот. То есть, как только вы сделали 100 баллов, если вы сделали его в этом каталоге 100 баллов, то второй шаг у вас начнется во втором каталоге. Если вы сделаете второй шаг, закроете, первый шаг закроете во втором каталоге, то второй шаг именно с подарками начнется у вас в каталоге номер 3. понятно непонятно у вас наверно получается сейчас секундочку я посмотрю по календарю да получается можете если вам удобно 100 баллов сделать я да не сказала что можно разбить но вот спрашивают именно вопрос 100 баллов сделать во втором во втором шаге вы получаете два крема для ночной и дневной третий крем это вокруг глаз из серии против сегментации помаду и тушь 5 в 1 лидер продаж недолгое время это самая лучшая тушь также вы его этот набор получаете за 199 рублей третий шаг также делаете 100 баллов и получаете за 199 рублей да правильно надеюсь да да если второй шаг вы закроете во втором каталоге то получается в следующем вы делаете так второй шаг можно во втором да вы второй шаг закроете по моему у у вас надежда вы закрываете во втором только первый шаг у вас там по моему да 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 поняли да надежда так третий шаг у нас идет jordani gold идет серия в нее входит тональная основа тушь jordani gold и помада плюс туалетная вода mid jordani gold также набор вам обойдется за 199 рублей четвертый шаг у вас также 100 баллов в течение 21 дня набор можно выбрать либо мужской либо женский различаются они достаточно большим количеством в женском наборе туалетная вода и клад набор витамин велосипед и экологен сыворотка для лица мужском наборе это витамины мужская туалетная вода и клад и набор мужской по уходу за телом и лицом первым шагом понятно как сделать вы его можете разделить на два каталога да вот как только вы закроете первый шаг у вас будет в заказе написано добавить набор стартовой программы перед тем как сохранить появится ячейка нужно будет нажать добавить и он автоматически у вас добавится этот заказ ира посмотришь в записи всех всем остальным слышно так ну если с этим шагом все понятно да вот если у вас пришел новичок я знаю вот надежда у нас прошлый раз пришла да к нам присоединилась посмотрели ли вы презентацию у нас получается что первое что мы делаем это мы показываем презентацию добавляем в чат новичков да и проходим верификацию первый шаг это возможности да арифлейм вы узнаете в чем суть бизнеса за что и сколько будут платить что нужно делать кто вам будет помогать что вы получите в результате чат вы будете узнавать много информации кто у нас уже присоединился недавно желательно присоединиться еще и в телеграм там очень много информации полезны да чат работает 24 часа в сутки поэтому лучше поставить на беззвучку по мере роста вас будут добавлять в другие чаты обязательно нужно пройти верификацию если вы даже пришли пользоваться но вдруг вы захотите приглашать людей пока вы не пройдете верификацию у вас вы не сможете не получить скидку свою которая у вас будет начисляться не приглашать людей поэтому нужно пройти верификацию ничего в этом сложного нет ссылку мы периодически скидываем если у вас что то не получается можно написать спонсору и вам помогут что нужно для верификации копия паспорта первой и второй страницы и там где прописка если вы какую то одну страничку не доложили в принципе там через несколько дней придет вам что верификация ну не хватает документов поэтому нужно будет доложить просто и еще у нас тоже скидываем каждому новичку да ваш спонсор это человек который вас пригласил после регистрации высылает вам ссылку очень полезной информации и если кто то еще не разобрался вот пришел неделю или недавно пришел да очень удобно зайти все четко рассказывает о возможностях и очень доступно поэтому не отказывайтесь от той информации которую мы вам даем в чате еще хотела немножко сказать о том как я приглашаю да людей то есть сейчас Олеся вам расскажет о методе своем которым она приглашает людей да Аня Шапири расскажет да свой метод я пока только учусь Аниному методу а с Олесей мы вместе работаем по ее проекту но в основном я работаю по теплому рынку теплый рынок это тот рынок называется который мои люди которых я знаю если вы новичок я вам советую приглашать не самим рассказывать а звать к спонсору если вы живете рядом со своим спонсором пригласите спонсоров в гости пригласите ну в гости или в кафе вы можете встретиться встречу провести если вы далеко вы можете всегда написать мне можете Светлане написать что у вас есть человек на собеседовании и мы всегда поможем и проведем это собеседование пока вы не знаете информации рассказать вам нечего поэтому лучше чтобы это сделал спонсор я именно так и делаю приглашаю я приглашаю пользоваться самим со скидкой они приходят мне пользоваться со скидкой а дальше я рассказываю обо всем если я вот без спонсора поначалу вот я так начинала сейчас я конечно могу спокойно рассказать и о возможностях но у меня уже и есть так скажем опыт а те кто пришел недавно обращайтесь к спонсору они вам помогут есть вопросы потому что я рассказала ладно олеся присоединяется я с вами прощаюсь так и и и Так. И видно, и слышно. Я правильно понимаю, да? Потише, хорошо. Сейчас убавим. Так лучше? Хорошо, тогда начнем. Давайте я вначале представлюсь. Кто меня не знает, меня зовут Олеся Малагонцева. Живу я в городе Бийске, Тайского края. На данный момент я консультанта-менеджер 9%. Очень приятно видеть новые лица у нас на планерке. Сегодня я хотела бы вам рассказать о методе, в котором я начала разбираться довольно-таки уже почти 3 месяца. метод работы по холодному рынку, да, то есть работы в социальных сетях. Конкретно сегодня я хотела рассказать о методе рекрутирования на марафон, военных проектов. Кто не знает, хочу сказать, что в нашей компании есть коктейль, замечательный коктейль, протеиновый коктейль, который, ну, мало того, что он очень полезен, да, то есть он еще и помогает, значит, стройнеть девушкам многим. Поэтому мы взяли за основу вот этот марафон и начали разрабатывать, грубо говоря, раскручивать этот марафон в социальных сетях. Сейчас видите мою страничку, да, где я как раз работаю по этому марафону. Чтобы работать по данному методу рекрутингу, нужно действовать определенному плану. Первое. Вы должны приобрести сами этот коктейль, то есть вы у нас в своем речном магазине, используя скидку, либо оформить подписку, что еще выгоднее, да, будет, потому что три коробки вы оплачиваете, четвертая идет в подарок вам, то есть бесплатно при оформлении подписки. Затем вам нужно будет добавиться в чат в WhatsApp марафона и начинать самостоятельно, то есть следить за тем, как девочки работают в этом чате, изучать систему ПП, наблюдая за этими девочками, которые уже работают по данному методу. Если вам не нужно худеть, ну тогда наблюдайте, да, то есть просто придерживайтесь этой системы питания, задавайте вопросы и так далее, не стесняться, не стесняться в этом чате нужно. Если есть пару лишних килограмм, то тогда вообще замечательно. Вы рекрутируете и параллельно еще и стройнеете. Далее, на вашей страничке вы должны, в социальных сетях, вы создаете альбом, который называется Wellness Express. Ну, у каждого своя страничка. Я, например, работаю в Одноклассниках. У кого-то ВКонтакте, у кого-то, возможно, есть Инстаграм, вы можете там раскручивать, да, с мараклом Wellness Express, параллельно рекрутировать, да, то есть работать с людьми, с вашими потенциальными клиентами. Обязательно должны научиться вести диалоги с претендентами, да, на ваш проект в социальных сетях, да, помочь прийти регистрацию, если такой потенциальный, как бы, человек у вас появился, да, и сопровождать этого человека уже в чате WhatsApp. Почему я рассказывала об этом месте? Потому что у меня есть люди, которые живут далеко не в моем городе, и которые пришли именно на этот марафон. Они стали лояльными потребителями. Возможно, в дальнейшем при их росте они, я думаю, строить биллу, пока что они у нас лояльные потребители. Но марафон еще идет, продолжается. Поэтому работа с ними ведется уже в чате. Итак, далее. Что должно быть в альбоме Wellness Express? Конечно, должны быть фотографии, да, в любом случае, то есть окно питания, должны быть отзывы о марафоне, должен быть ваш личный результат, ваши примеры, то есть ваши фотографии непосредственные. Когда я ходила, я начинала скидывать фотографии себя на весах, да, то есть и буквально за того результата, который мне был нужен. Люди постоянно смотрят, люди постоянно наблюдают за вами. Что вы выкладываете? Результаты девочек с марафона, да, то есть, которые уже добились каких-то результатов. Возможно, через месяц-два вы сами добьетесь какого-то определенного результата и тоже можете этот результат выкладывать в свой альбом. Также, естественно, мы рассказываем, значит, выкладываем фотографии нашего протеинового коктейля Wellness, рассказываем о нем, как он действует. Немного, небольшое количество информации о самом марафоне. Нужно все рассказывать и выкладывать абсолютно, потому что люди могут там сами. Наша задача, чтобы человек сам обратился к вам. Вот нужно подавать информацию под фотографиями, в комментариях, именно таким образом, чтобы человек сам захотел прийти к вам. И люди действительно, они пишут, спрашивают, и в конечном итоге приходят. Не я кого-то там напрашиваюсь, я ни в коем случае не напишу никому. А вы не хотите ко мне на марафон прийти? Нет. Потому что, ну, есть люди, которых, может быть, это заденет. Скажут, а мне и так комфортно, я и так себя замечательно чувствую. Зачем мне худеть? Поэтому это может оскорбить человека. Люди сами выбирают, нужно им это или нет. Далее, что еще хотела показать. Помимо результатов, да, девочек, вы выкладываете туда какую-то полезную информацию о здоровом питании. Обязательно должны выкладывать красивые, интересные тарелки с вашим питанием. Видите, что я периодически выкладываю. На первых порах, когда у вас нет своего результата, или у вас нет еще, допустим, тех же тарелочек, какой-то информации, вы можете зайти на страницу к своему спонсору, да. Например, если у меня вот Надя, да, то есть Надя может брать и меня там. И есть у нас Аня Шапирова, которая тоже есть. Это все для нашей работы. Поэтому можно спокойно взять любую фотографию, в принципе, не спрашивая, и разместить у себя, потому что у каждого человека свой круг друзей, свой круг знакомых в одноклассниках. Поэтому мои друзья видят у меня мой марафон, да, а ваши друзья увидят его у вас. Это совершенно разные люди. Так, как вести диалог, это тоже очень важно. Когда вам человек пишет, а можно там по подробной марафоне, там, Олеся, или там, ну, пишет, я хочу похудеть, там, здравствуйте, то есть они на вы, они же вас не знают. В первую очередь вы выясняете потребность человека, да. То есть я, например, такие вопросы задаю. Ну, давайте, рассказывайте, что там у вас. Какой у вас вес, какой у вас рост. Возможно, вам и в принципе не нужно худеть. Может, вы худышка. Потому что некоторые пишут, что мне надо похудеть, а высылают свой рост и вес, а там, естественно, ну, стройная худенькая девочка, зачем ей это. То есть человек понимает, что вам интересно, что вы с ним, какая у него проблема. И человек сам начинает рассказывать, расписывать то, что у него происходит. Второе. Вы никогда не должны оставлять вопрос без ответа. То есть если вы начинаете рассказывать про марафон, и вам человек задал вопрос, вы ни в коем случае не должны его игнорировать. Вы должны ответить на этот вопрос, как бы сложно вам на него не было ответить. И дальше продолжать диалог. Вкратце вы рассказываете о сути марафона. Ну, то есть кто заинтересуется, в принципе, данным методом рекрутинга, могут, в принципе, мне в личку написать, там, я могу рассказать, в чем там суть, да, что мы считаем калории, что наше питание основано на рекомендациях не питания рам, да, то есть мы пять раз в день питаемся и так далее. Отрабатываем возражения. Возражения бывают, честно скажу. Начинают спрашивать, а почему именно этот коктейль? Есть другие протеиновые коктейли, даже мне какие-то названия называют. Наша задача именно в том, чтобы человек понял, что наш коктейль, ну, действительно, он один из самых худших, он абсолютно создан из правильной продукции, полностью белковый, натуральный и так далее. Затем человек, естественно, спрашивает, подводим, значит, регистрация, человек спрашивает, а что мне для этого нужно, где его купить? Естественно, в розничных магазинах, в аптеках его нет, он не продается. Мы начинаем говорить о том, что этот коктейль мы приобретаем у компании Reflame, да, компания сама его не производит, он производится в, на заводе спортивного питания в Германии, то есть она является, ну, скажем так, поставщиком этого коктейля. А вот, если вы будете покупать у меня, то это будет стоить столько-то, столько-то. А если вы будете покупать у себя, то это будет гораздо дешевле. Вам как удобно, да, то есть я задаю вопрос, то есть постоянно нужно вести диалог, вы должны дать информацию и закончить на вопросе. Человек отвечает, ну, конечно, мне удобно у себя купить, мне дешевле, мне выгоднее. И тогда вы говорите, что вот тогда нужно пройти регистрацию в своем интернет-магазине, вы можете его заказать и так далее. Помогаете обязательно, человек дает свои данные, вы помогаете обязательно его регистрировать, либо он сам, если боится дать свои данные, да, он сам регистрирует, но обязательно с вашей помощью, чтобы этот человек был именно в вашей команде и в вашей структуре. После того, как человек, да, вам высылает, да, ну, там, высылает мне фотографию, что у него коктейль пришел, либо он высылает чек, что он оплатил, да, этот коктейль, я его добавляю в чат. После оформления заказа в чат марафона. Вот здесь несколько диалогов. Вот, например, действующий наш марафоник Татьяна. Здравствуйте, могу узнать стоимость коктейля и сколько надо на месяц. То есть она, Таня, она, в принципе, мы не спрашиваем, никаких вопросов не задавала. То есть она посмотрела альбом, она посмотрела результаты девочек, и она, то есть, не спрашивая, там, какое там питание, что там, она конкретно пришла спросить, сколько это стоит. Я ей вот объяснила, что у меня дороже, если у самой, то дешевле. Насколько короткие хватает, ну, это диалоги такие. Есть диалоги, ну, вот различные, скажем так, вот еще диалоги. Вообще их очень много диалогов. Некоторые пишут, там, добрый вечер, Олеся, мне тоже приятно познакомиться, очень удивлена ваша силой волей похудеть и так далее. То есть человек пишет интересные свои какие-то моменты, я говорю, что мы не худеем, мы устранеем, мы системы, тайного питания, мы абсолютно не голодаем, и человеку становится это интересно. Диалог продолжается. Ну, вот ушла думать, все думает. Так. Как привлечь внимание на страницу для марафона? Тоже есть определенные пунктики, да? Вы каждый день, это ежедневная работа. Если вы раз в месяц выставляете какую-то фотографию, то извините, ваш марафон и ваш этот метод рекрутирования работать не будет. То есть ваши страницы должны ежедневно работать. Вы ежедневно добавляете друзей, если страницы не сильно раскручены, то максимум по 15-20 человек утром, обед и вечером. То есть вы делаете передышку. Ходите по страницам и пишите комментарии под фото тех людей, которых вы бы хотели видеть в своем марафоне. То есть классить не нужно, мы сейчас от классов отошли, потому что это засоряет классы, засоряет ленту, ваши страницы. И вам постоянно ее нужно чистить. ежедневно выкладывать интересную информацию, я вам уже про это сказала. И, естественно, ежедневные действия. Уже вперед забежала немножко. И последнее, что девочки хотела сказать. Запаситесь, девчонки, терпением. Нужно время для раскрутки вашей страницы. Это идет от одного до шести месяцев. Я раскручиваю свою страницу уже полгода. И только месяца два как люди начинают откликаться. Просто вот именно, ну, конкретно вот на данный метод. Поэтому терпение и труд все перетрут. Еще хочу сказать, что пока, как говорится, под лежачеками вода не побежит. Поэтому давайте начинайте работать. Кому интересна эта информация, обращайтесь, пишите. Мы обязательно ответим. Вопросы у нас есть? У присутствующих о данном методе рекрутирования? Я так понимаю, вопросов у нас нет. Сейчас у нас Аня Шапира присоединится. Она расскажет более подробную информацию о работе именно в социальных сетях. Потому что если работать по одному методу, мы не вариантом. Аня подробно вам все расскажет. Все, девочки, до свидания. Приятно было вас всех видеть. 2, 2, 3, сейчас появится изображение. Пока слайду включу. Опишите меня, слышно, что долго камера включается? Клишно, хорошо. Может быть, включится, может быть, нет. Можем начинать пока без камеры. Давайте с вами знакомимся. Я вижу здесь несколько новых людей. Очень приятно. Меня зовут Аня Шапира. Да, я ваш вышестоящий спонсор. Информацию готовила на общий вебинар. Так она у меня на слайде и осталась. Но что здесь интересно, я в бизнесе в этом с 2013 года. И мы ведем семейный бизнес. Можно оформить здесь семейный контракт. Здесь есть путешествия. Здесь есть достаточно высокий доход. И я думаю, что новичкам, тем, кто еще не разобрался, нужно разбираться и разбираться, что здесь делать, чем заниматься. Итак, смотрите, когда мы начинаем приглашать людей, мы слышим вот такие возражения. Ты сам, ну это даже не возражение, а такой ответ. Ты сам сначала заработай, а потом я к тебе приду. Есть такие? Кому-то так уже отвечали? Поставьте восклицательный знак. Ну, чтобы с плюсиками не путать. Вечали так вам уже? Сначала сам заработай, а потом я к тебе приду. Почему люди так отвечают? Потому что даже здесь две причины. Вот мы с вами разберем на двух слайдах. У меня две разные причины. Во-первых, это ваш знакомый не верит в бизнес-модель. Он никогда не слышал, что такое сетевой бизнес, сетевой маркетинг. Он не верит в себя, потому что привык быть неудачником, возможно, да. что-то у него и раньше не получалось. И, возможно, есть негативный опыт его знакомых. И тогда нам кажется, вот бы сейчас у меня был бы результат, вот сейчас вы ко мне пошли сразу все, да. Мне это пишут каждый день. Говорят, ай, ну как ты, ну расскажи, как ты делаешь, как ты работаешь, потому что тебе-то вот сейчас проще. Но знаете, я не родилась сразу с результатом, я начинала также с нуля. И смотрите, какая еще причина есть, почему так говорят. Людям с лидерской позиции есть, с харизмой такой лидерской, редко говорят эти слова, кстати. А даже если у них нет результата, к людям, которые по жизни лидеры, которые могут вести за собой, которые когда-то в школе, возможно, были заводилами, да, среди одноклассников, за ними идут, даже если здесь у них результата еще пока нет. Вот вспомните ситуацию в школе, если вот один, например, скажет, давайте уйдем с уроков, его поддержат и пойдут за ним, да. А если кто-то другой скажет, давайте пойдем с уроков, ему скажут, ты что, дурак, то есть не за каждым человеком пойдут, не каждый может повезти за собой. Так вот, если вы, ну, если говорить о теплом рынке, о знакомых, о приглашении знакомых, если они вас знают как человека активного, как человека, участвующего в разных каких-то мероприятиях, как именно как организаторам участвующего, они будут вам верить, они будут за вами идти, либо вы чего-то добились в жизни, да, они будут за вами идти. А если человек всю жизнь был тихим, никогда не принимал участия ни в чем, как старался в кустах отсидеться, и тут вдруг, ну, представьте, бабах своим знакомым по голове, да, вот такую информацию, пойдем, у меня есть там для тебя денежная тема, я сейчас такую, блин, тебе расскажу идею, но, знаете, на него посмотрят, на него посмотрят с недоумением, скажут, ну, 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 ты сначала сам давай-ка попробуй, а потом уже, ну, я посмотрю, как у тебя получится, давай-ка заработай 100 тысяч, давай-ка получи машину, съезди куда-нибудь, а потом я к тебе введу. Знаете, самое интересное, есть люди, которые уже имеют здесь результат, но к ним знакомым все равно не идут. То есть здесь уже будет зависеть от тех знакомых, возможно, им это не надо. Ну, не надо и не надо, да, здесь уже не в вас проблема, не в том, как вы дали эту информацию. Так вот, что же делать-то? У нас же лидеров по жизни не так много, за кем прям хорошо идут. За мной шли, я, когда пришла в этот бизнес, я, ну, я просто звала, я никаких шаблонов не подбирала для себя, я просто писала, если знакомым, я писала, пойдем ко мне в Арифлейм, хотя нас, спонсоры, учили не говорить, что это Арифлейм, а приглашать закрыто, сначала дать информацию, а потом уже сказать, что это Арифлейм. Ну, как-то, знаете, вокруг, да около у меня времени не было ходить, и я просто в личку писала, привет, пойдем ко мне в бизнес в Арифлейм. Ну, и со спонсорами я этим не делилась. Как приглашала, так и приглашала. Результаты были, и люди делали заказы достаточно хорошие, но кто-то один раз заказ делал, кто-то там два раза потом уходили. Дело в том, что я приглашала очень много, и поэтому рост у меня был. И перед каким-то вебинаром по рекрутингу, или планеркой это была, я помню, Алена говорит, поделитесь своими скринами на планерках, расскажите, ну, прям на планерке, подключитесь к скринам, покажите свои, расскажите, как вы рекрутируете. Я говорю, Ален, ну, как бы, мои скрины, ну, я рекрутирую, но их не надо показывать, это не противоречит тому, что вы будете там в начале вебинара говорить. Я делаю не так, как вы говорите. Она говорит, как они к тебе идут? Я говорю, они идут на, просто вот на такую информацию, а шли ко мне в бизнес. Пойдем со мной в Арифлейм. То есть я вот так, прям на лоб и говорила. Ну, если не знакомых я твала, я, конечно, там расписывала, а если знакомых, то вот так. Пойдем со мной в бизнес. Ну, к тому же у меня статусы там стояли, фотки разные, информация была, вот как Олеся сейчас сказала, что проще, когда на странице информация есть. Вот здесь-то точно так же. Если информация есть, то знакомые знают уже, где вы там. И нечего юлить, да, или как-то так, с другого конца подходить. Вот, поэтому вот за кем-то идут, а за кем-то не пойдут. Можно такой шаблон наваять, что кажется, ну все, блин, вот на такой точно пойдут. А они не реагируют. Да, то есть, ну, здесь подход уже другой нужен. Так вот, смотрите, какой-то замкнутый круг получается, да, вот для таких людей, кто не может повести за собой, не мог, а они тоже хотят зарабатывать, они тоже хотят иметь результат, а у них, получается, к ним не идут, потому что нет результата, а результата не может быть, потому что они никак не могут начать приглашать, да, вот такой вот замкнутый круг. Так что же делать в такой ситуации? Люди-то не идут, потому что, это вот вторая причина как раз, не идут в бизнес, потому что не верят в то, что вы сможете их довести до результата. Они в вас не верят. Если они вот вам отказывают, да, и говорят, что ты сначала заработай, здесь причина скорее в том, что они не верят в вас, они хотят посмотреть, как вы этого достигнете, как вы этого добьетесь. Вот что делать в такой ситуации? Для этого у нас есть соцсети. Вот соцсети, это вообще такой хороший инструмент для работы. Хочешь, не хочешь, все нас видят, да? Главное, чтобы страничка открыта была, главное, чтобы информацию показывать и рассказывать. Не идут к вам знакомые, да? Но так как мы строим группы морковкой, так как мы регистрируем друг под друга, в этом есть плюс. Если к вам не идут, вы стараетесь, да, вы учитесь, вы пробуете, идут к вашему спонсору. Ростки есть. На уровень выходите? Выходите. На 3% вышли? Покажите в соцсетях. На 6% вышли? Покажите в соцсетях. На 9% вышли? И так далее. Показывайте в соцсетях. У вас вышло в команде там 5 человек на 3%, покажите в соцсетях, расскажите. То есть задача-то какая? Показать, что вы сможете расти. Вы можете сами. Во-первых, да, вы показали, как вы шли по лесенке вот по этой, по самым маленьким нижним ступенечкам. Вы можете показать, как вы ведете за собой людей. Показать, как вы их выводите на уровни. Я не говорю сейчас о директорских уровнях, да, это все будет позже. Но, вот люди, которые не варислей, они же не разбираются в уровнях наших. Они не понимают, что такое 3, 6 и 9. Самое главное, вот что увидеть им на странице. Ваши чеки там 6 тысяч долларов или 10 тысяч долларов. Мне это важно. И даже не фото ваше на морях. Вот это. Важно то, что вы чем-то интересным занимаетесь. И важно то, что что-то у вас получается. Вот эту динамику показать. Почему мне 9% пишут и говорят, а не могу, а не знаю, а не вот игнорируют, и знакомых не получается звать, они мне вообще не отвечают. Захожу на страницу, говорю, кинь ссылку на твою страницу, я посмотрю. Даже есть 12% и 15% у них на странице вообще нет информации, что они развиваются. Во-первых, сначала покажите, что вы пришли в Арифлейн. Расскажите об этом. Почему вы пришли в Арифлейн? Почему вы вообще пошли в сетевой бизнес? С этого момента за вами начнут наблюдать. Фотались где-то на встрече, поставили фотку, у вас уже команда, у вас есть спонсоры на фото, у вас есть хотя бы один-два ваших людей вот здесь на этом фото. Надо встречаться, надо ходить, у вас много живет в Новосибирске, в Краснообске. Ну, я приезжала, мы все лето приезжали к вам в Краснообск, и я мало кого и познаю. А этот способ рекрутинга, вот бы я просто так бензин прокатывала, ездила, да, мне главное, чтобы, ну, рассказать информацию, это одно, а второе, чтобы у вас остались фотки, и вы начали себя продвигать в соцсетях. На любые встречи приходим, причесочка, там глазки подкрашены, губки подкрашены, у нас было такое, как-то приходят и говорят, о, не-не, меня фотать не надо, я сегодня не готова, а зачем ты вообще тогда шла? У нас две всегда задачи, узнать информацию и сходиться. Вот, в соцсетях себя нужно продвигать, если вы не оторвете задницу из дивана, вы не сможете этого сделать. Что публиковать? Ну, в соцсетях должен быть только уникальный, свой личный контент, свои коды, не скачивайте из интернета, чаще вообще свое лицо, свою семью, люди хотят вас видеть, вам потом легче будет к ним обращаться, темы должны быть, которые интересны вашей целевой аудитории, не вам лично, я вот сейчас мы ведем час по работе в соцсетях, девчонки скидывают темы, которые им интересны, а мне нет, я вот читаю ваше постановление интересного. Нужно читать, нужно публиковать то, что людям может быть интересно, не для себя мы публикуем, а для людей, затрагиваем темы интересные для них, видео короткие, можно записывать в инстаграме, да, это будет интереснее, чем просто фотка, тем более картинка из интернета. Картинки из интернета можете даже не размещать. Если это статус в соцсетях, то обязательно не просто текст, а еще и с фоткой это будет вас выделять. Ему эфиры сейчас и в Одноклассниках, и в ВКонтакте, и в Инстаграм можно проводить. Историки никак не научимся записывать. Как часто публиковать касты раз в день? Ну, раз в два дня можно. Больше двух раз не нужно публиковать. Ну, и текст должен быть удобно читаемый, он должен быть, он должен разбить на абзацы, быть, и со смайликами. Как написать продающий текст, вот этот, ну, вот это можете заскринить, потому что это тема прям отдельного вебинара. я могу вам этот скрин отправить, могу отправить вам в чат, да, чтобы вы посмотрели и разобрали, из чего должен состоять вот этот текст продающий, из каких этапов. У нас есть прям вебинар по технике продаж, как давать информацию, какие этапы должны быть, а не просто бла-бла-бла и все, на этом закончили, да, то есть нужно научиться писать продающие посты, не каждый должен быть продающим, а хотя бы каждый пятый, каждый третий, каждый пятый, там, каждый жестокий, несмотря у кого какая скорость размещения вот этой информации. Вот эти продающие посты нужно обязательно научиться писать. Кто не заскринил, я вам скинула фотку. Ну, и на этом у меня все на сегодня. У нас есть вебинары прям конкретно по тому, как вести в соцсети, у нас есть чат, как вести в соцсети и что публиковать, мы каждый день в этот чат скидываем пробные наши посты, оцениваем и там комментируем друг друга, какие-то замечания делаем и меняем, если это нужно. Ну, все, давайте, спасибо вам за внимание и всем удачи! давайте познакомимся, кто меня не знает, меня зовут Светлана Кожевникова, старший менеджер, живу в городе Магасибирь, 49 лет, не работаю нигде, уже уволилась, пришла, конечно, давайте посмотрим, спасибо всем спикерам, нам уже время прям мало поджимает, не хватает времени, я немножко отчет по структуре сделаю, так как у нас осталась последняя неделька, да, групповых баллов, 5928, баллы вы у нас немножко подтянули, 1017, пришло в команду, у нас 51 человек, спасибо Ани за такие проекты, как узнай подробнее и был у нас проект, хочу сказать, что проекты работают, после проектов люди присоединяются, неплохо, особенно узнай подробнее, у нас прям присоединяется, можете вводить проекты, кто не из нашей команды, делайте, делайте проект и сами начинаете, вот, поэтому, из 51 человека у нас сделали 15 человек заказы, квалифицированных рекрутов, кто сделали 100 и больше баллов, 4 человека, активность по команде 59%, нужно минимум 70%, но мы стараемся всегда больше сделать активность, ну, и разбудили двух человек, реактивация, это люди, которые у нас проснулись, которые спали, спали, и сделали заказы, то есть мы подвигнули на заказы, вот, ну, вот такие пока результаты у нас на сегодняшний день, что хочу сказать по, давайте дальше, я страничку переверну, что хочу сказать по проекту, по проекту последний раз, сегодня у нас заканчивается проект, узнай подробнее, мы еще не подвели пока итоги, потому что мы сегодня завершаем и подведем итоги по этому проекту, по моей команде, я так поспрашивала, девчонок, еще у некоторых думают, то есть, именно по регистрациям, я думаю, что регистрации будут, у нас с прошлого проекта пришло 17 человек, команда присоединилась, было 33 человека, присоединилась, по-моему, 18, ну, если я не ошибаюсь, можно будет еще проверить, вот, что бы я хотела сказать для новичков, кто у нас сегодня здесь присоединился, что нужно делать, чтобы все у вас получилось, первое, с чего мы всегда начинаем, это купить себе, купить продукт себе в личное пользование, посмотрите, что у вас закончилось дома, я когда пришла в компанию, я выбросила всю продукцию, которая у меня была до этого, я купила все, что касаемо Арифлей, пришла в Арифлей, зашла на страницу и купила продукцию, поэтому с продуктом нужно знакомиться, скажу, для чего, вы покупаете продукцию, у меня уже много консультантов делают по моему методу, покупайте продукцию, познакомьтесь со своим заказом своих знакомых, соседку или родственникам, либо, может быть, коллег по работе, девчонки, у меня, когда покупают, у нас есть такая, мы называем коробочка, коробочка с продуктом, иногда даже они бывают лишнюю пасту, купят мыло, то есть мелочевку такую, которую можно всегда продать, я не говорю, что делать закупки, ну, купите себе ни одно мыло, ни одну пасту, а две, тем более, сейчас две пасты, там в акции идут, выгодное предложение, вот такие предложения они у меня покупают, и когда показывают эту коробочку, то практически многие даже продают со своей коробочки еще и свой заказ, вот, купить для себя еще для чего, для того, чтобы у вас появились ваши клиенты, я не стесняюсь иметь клиентов, кто-то там боится каталог показать, нет, я, у меня есть клиенты, я не стесняюсь показывать каталог и делать заказы, потому что у меня вот сейчас на сегодняшний момент 211 баллов, но я иногда помогаю новичкам им дополнить свой заказ, поэтому вы покупаете, вы будете знать все о продукте, когда вы изучите продукт, как мы изучаем продукт, только в личном пользовании, у нас Аня очень хорошо всегда показывает, как она пользуется продуктом, да, и у нас после Аниного тестирования продукта всегда идут заказы, распиарили антибактериальное средство, у нас девчонки начали заказывать прям по 4, по 5 штук, заказать, я заказала замечательная средство, как раз тут проблема была, простуда вылезла, и прям быстренько засушивать, знаете, два дня и корочка стала, вот, продукцию пиарить только через свое личное потребление, также в соцсетях мы выставляем продукт, у нас есть фотографии, вот Аня сегодня рассказывала про соцсети, да, Олеся, мы тоже сделали очень много фотографий с продуктом, даже по-сессию заказали, с продуктом Wellness и продуктом, какой нам нравится, сейчас мы выставляем продукты и описываем его, заказы идут через вот у меня у девчонок регионов прям очень хорошо идут заказы через фотографии, вот, обязательно посещать обучение, вебинары, которые мы предлагаем, да, и планерки, обязательно посещение, чтобы расти, для чего это нужно, для того, чтобы вам обучаться расти, развиваться здесь как личность, да, научиться приглашать людей, научиться потом обучать людей, потому что изначально мы учимся сами, да, но чуть позже, даже, даже вы, когда уже новичка пригласите, вам тоже нужно что-то сказать, и первые шаги, которые мы делаем, мы рассказываем о продукте, первое, что мы делаем со своим новичком, да, мы можем рассказать о продукте, поделиться своим впечатлением, то, что мы уже знаем, это первое обучение, ну, а потом, соответственно, уже, когда вы становитесь менеджером, там, директора открывать, вы уже тогда будете встречать детей, вот, развиваться как личность, это вы будете, когда будете учиться, это чтение книг тоже, и посещение мероприятий. Смотрите, я еще написала путеводитель 99 успехов, у нас есть команде уже, не бежат, Катерина, она прошла вот это обучение, это от компании, вы можете зайти на сайт и увидеть, она прошла вот этот путеводитель и стала приглашать, она стала делать хорошие заказы и приглашать людей, это тоже один из вариантов введения новичка в бизнес, то есть вы можете своего новичка или кто у нас новички здесь, да, обязательно пройдите этот путеводитель, очень удобное издание именно от компании, вы пройдете и посмотрите, вам все доступно там объяснят и расскажут, дополнительно к тому, что мы даем еще в чате, что нужно делать новичку, вот, обязательно напишите список целей, у вас должен быть список целей, список знакомых, список целей для чего, для того, чтобы список вас мотивировал на действия, если вы будете не смотивированы на какие-то действия, делать ничего, цели у вас не будет, списка целей, вы делать ничего не будете, вам не интересно вот здесь, вам нужны такие цели, нужно написать, чтобы у вас была мотивация, мотивация работать, двигаться. Выпишите свои цели, не чужие, они должны быть ваши. Цели должны быть ваши, лично ваши. Список знакомых. Так как я работаю по теплому рынку, приглашаю своих знакомых, у нас команда тоже работает по теплому рынку, но есть девочки, которые работают по холодному включились. Поэтому списки знакомых необходимо всем. Если у нас человек тут 25 лет, то у него однозначно списки знакомых должно быть от 200 до 300 человек. И не говорите, что у вас меньше. У вас у всех есть телефоны, у вас у всех есть соцсети, и у каждого в соцсетях, даже знакомых, не менее 200 человек. Ну, 150, если человек не называл, кто там на страничке. Поэтому всем, всем писать список знакомых, разобрать со спонсорами. Кто не знает, что с ним делать со списком знакомых, кто вас пригласил, прям говорите, я написала список знакомых, давай мы с тобой его разберем. Это обязательно условие. с него здесь вообще никакой работы нет. Послушайте любой вебинар, любого лидера, и он вам что скажет, начнем с тобой со списка знакомых. Купить себе, попробовать продукцию, и начнем со списка знакомых. Это первое, что нужно. Ну, и, конечно, обучаться. Время у нас сегодня мало, поэтому я сейчас заканчивать буду. Что хочу сказать еще по нашему по нашему марафону Велнас Экспресс. Сама лично я похудела на 6 килограмм, поэтому проект этот работает очень хорошо. Мы едим очень много, 5 раз в день, 3 раза большие тарелки, 2 раза переписто. Обязательно с нашим коктейлем, либо суп Велнас. У нас обязательное условие, либо коктейль, либо суп Велнас, нам присоединяются люди. Ну, и хочу сказать, что сегодня мне сделали комплимент с моих клиентами, сказали, что я стала хорошо выглядеть, где я работала в этажах, специалистом по недвижимости, ну, и статусы просматривают. То есть, заметно, что чем-то вы занимаетесь. Ну, вот. Поэтому очень приятно. И всем прям рекомендую включаться в такие проекты и самим проходить, проводить, делать себя красивее, да, потому что у нас летом не загорали, и включать своих консультантов, своих ключевых партнеров, чтобы они у вас тоже учились проводить марафоны. У нас менеджер 9 пациентов, и пишение лежат комплектанты с близко. Она очень хорошо у нас ведет этот марафон. То есть, ну, уже там не заморачивались, а у нас есть другие дела, и прям хочу похвалить ее. Поэтому участвуйте в проекте, всем роста, всего доброго. Сейчас начнется следующая планерка, поэтому встретимся на следующей планерочке через неделю воскресенья в 16.00 по московскому времени. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok